Вы можете присесть. Давайте перейдем к части Торы. Я выключу это. Итак, кто может прочитать эти ибры? Есть еврейские буквы, шаббат, шалом, есть шен, бейт, этап, шаббат или суббота, шалом, 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 шаббат, шалом. И то, чтобы вы поняли, это то, что происходит в понедельник. Итак, это когда мы будем праздновать, когда открытие скини Божьей. И когда надави и умерли, когда они принесли этот неправильный огонь. На прошлой неделе, как я говорил, это когда Аарон и его дети были помазаны, чтобы стать священниками. И они должны оставаться в скини целую неделю. И потом в понедельнику, это когда скини была установлена. И эта часть истории называется шамини. И что шамини означает? Восьмой. Итак, восьмой день, это был первый день Ниссана. Последняя неделя Нодара, когда они очищались, когда они отделяли себя. И восьмой день, когда они себя отделяли, это был первый день Ниссана. И мы поговорим больше об этом через минутку. И что мы сделали, это сравнить эти разные главы Библии, потому что они все происходят в тот же день. Исход 40, 17, 20. Первый месяц второго года, в каком это месяце? Это не январь, это Ниссан. Это когда полное затмение случилось в этот день. Первый день месяца поставили на скини, и поставил Моисею в скини, положил под ножи ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил слабые ее, распростил покров над скини и положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею. И так важно, чтобы мы делали все, как нам Бог повелит. Левит 9, 3, 4. Это тоже говорит об этом в том же самом времени. Это часть истории, которую мы будем сажать сегодня. И сынам Израилам скажи, возьмите козла в жертву за грех. Вы увидите эти разные жертвы. Потом тельца и ангца, однолетних, без порока, во все сажения. И вала и овна жертву мирную, чтобы совершить жертву приношения перед лицем Господним. Приношение хлебное смешно сильнее. Ибо сегодня Господь явится вам. Можете представить это, как это чрезвычайно, прекрасно это было, особенно, и, может, даже страшно, если вы не готовы. Мы знаем, что день Божий нас скоро будет, и нам надо готовиться. Левит 9, 6. Сказал, вот повелел Господь сделать, и явится вам Слава Господня. Исот 40, 3, 4. И покрыл облако скиньи собрания, и Слава Господня наполнилась скинью. Да, это очень прекрасное время, но мы читаем дальше. Левит 9, 1. Восьмой день призвал Моисея Рона, сынов его, и сказал Рону, возьми спецволов, тельца, жертву за грех, и овна во всесожжение обоих. Ну, значит, что произошло? Может, не могло быть этого огня, который они должны собыли создать. Все было создано, порезано, и он ждет, чтобы этот огонь сошел. И оно не сходит. И он думает, о, нет, что произошло? Итак, теперь Моисей и Аарон вместе входят. Что-то произошло. Итак, пришлось им обоим войти. Это Псалом, который говорит об этом событии. Мы читаем, что Слава сошла, когда люди в согласии. Проблема в том, что Моисей еще сиделся на Рона, а Рон все равно чувствовал себя плохо об этом тельце. Итак, им надо было вместе войти, чтобы это было обновление. И после того, как было это примирение, потом начинаем, что случилось. Второй раз был свет людей, и потом Слава Божия явилась перед людьми. И он сожигает все, сожигает тук, и видел весь народ, и воскрикнул от радости, и паунили все свое. Каждый раз, когда Слава Божия ходила, как здесь во время Пасхи, и во время Скинии, или храма в Соломоне, и время Сава Ота, это только произошло, когда это единство, Сава не сходит, пока мы не в единстве. Это почему у нас должно быть это единство. Все народы, языки. Потому что сатана старается все сделать, чтобы у нас не было твое единство. И я начну от этой части Торы. Восьмой день, это Шаминии, призвал Моисея Рона, и снова его старейшин Израилев, и сказал, «Возьмите весь волок тельца, жертвуй за грех, и обнавывай все сражения обоих без порока, и представь перед лицем Господнем». Надо понять, что когда мы смотрим в Святое и Святых, оно только одно направление, когда мы смотрим, жертву находилась там, где Господь мог ее видеть. Когда мы читаем перед лицем Господнем, это означает, что перед Его лицом. Сражение здесь находится, и Он видит во Святое и Святых, что происходит. Кто-то когда-то стоял перед судей. Вам не надо поднимать вашу руку. Но смысл в том, что вам надо смотреть на судью. Это почему Мессия не умер, а где-то далеко. Он умер на горе, смотря на своего отца, который судья всего мира. Что еще интересно, это что, 7 тысяч лет, это было дано человечеству. Есть 6 тысяч лет, и потом тысяч лет этого правления. И мы заканчиваем эти 6 тысяч лет, которые даны нам. И после этого тысячелетнего царства, потом, если это 8 день, это время собрания, когда будет новая земля и небо. Как также обрезание происходит на 8 день, тогда все остается новым. И потому что это 8 день, но это также первый день Ниссана, показывает что-то новое начало. Придем, Левитам 10 глава. Давайте я вам покажу это. Я пропущу это. Вот, скинье. Вот, они принесли всех жертв. Ничего не происходит. И второй раз огонь сходит. И сейчас мы узнаем, что этот огонь также сжигает два сына Аарона, надава и вилд. Вот Аарон. Вот это прекрасный день. Он первосвященники. Огонь сходит с неба. Можете представить, что если ваши два ребенка умели в этот день праздника, конечно, это не все таким славным. Надав и вилд, сыны Аароновы взяли каждую свою крадельницу и положили в них огня и вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел. И вышел огонь у Господа и сжег их умиление пред лицем Господнем. Очень много несогласий о том, что они сделали неправильно. И что первое, что они сделали? Они принесли этот огонь чуждый. означает, что они принесли и сделали свой собственный огонь. Они взяли этот огонь с жертвника. Это первая проблема. Но есть еще проблема, которую мы можем заметить. Может, они были пьяные. Мы посмотрим на это тоже. И что мы читаем в Левитам 10.3? У кого есть большой брат или сестра, старается командовать вас, когда вы росли. Или, может, маленькие братья или сестры, которые командовать вас. Конечно, они были их ударить. А Аарон, он старший брат Моисея. И теперь два сына Аарона умирают, и потом Моисей подходит Аарону и говорит в третьем сиху. Вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближайшим ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Я думаю, если это был я, может, я бы даже ударил Моисея. Мы только сыновья, мы умели. А Аарон молчал. Он ничего не сказал. Что мы должны понять, это Бог отделяет нас от Себя для нашей защиты. Мы должны понять, что иногда опасно быть вокруг Него. Я не говорю, это с негативной стороны. Кто хочет играть с электричеством? Нет, мы, конечно, не хочем это сделать. Кто знает, есть этот правитель, вот, есть эти люди, которые вместе с ним царствуют. И те, которые хорошо его знают, они, конечно, его не боятся. Как кто-то, это человек, который здесь, который боится царя и думает, что царь будет делать. Вы знаете, что в Божьем царстве наоборот. В Божьем царстве те, которые ближе к Нему, они боятся больше тем, чем кто далеко. Потому что те, которые близко к Нему, понимаешь, он огонь. Как два сына и народа поняли, что они сгорели. Мы должны понять, чем ближе мы Богу, чем опаснее это. Поэтому нам надо больше защиты. Те, которые подальше, может, даже не знают Бога. Конечно, они не будут его бояться, как те, которые лично его знают. Читаем Амос 3.1.2. Слушайте слово «Се, которое Господь издрёг на вас, сына Израилы». Сына Израилы — это дети Божьи. Да. На все племя, которые я вывел из земли египетской, говоря, «Только вас признал я из всех племён земли, потому и взащу из вас за беззаконие ваше. Поэтому я буду вас наказывать». Наказываете ли вы детей соседей или ваших детей? Конечно, своих детей. Может, они сказали, «Дети и соседи должны бояться тебя больше, чем я». Но те, которые поближе к Богу, это те, которые Бог наказывает. Читаем Левит 10, 8-11. «Сказал Господь Ароновре, «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобой, когда входите вские собрания, чтобы не умреть». Это почему некоторые думают, что, может, они были пьяны, и поэтому не знали разницу между этим чужим огнём и настоящим огнём. Это вечное постановление в роды ваши, что могли отличать священное от несвященного. и нечистое от чистого. И научаться нам израиваем всем уставам, которые изрёг им Господь через Моисея. И что мы здесь замечаем, что есть разница между священным огнём и несвященным огнём или обычным. Если вы это знали, я чуть-чуть покажу это. Еврейское слово для обыкновенного или скверным, это то, что грех. Это еврейское слово. И здесь мы считаем, что нам разделить то, что священное от того, что мерзость. И это другое, чем то, что чистое и нечистое. Вы знаете, какое еврейское слово для нечистого? тамэй. А для чистого это святое, чистое. Т-А-М-А-Й, это нечистое. Итак, заметим это. Левит, 10-12-13, «Я сказал Моисея Арону, Елизару и Фомару, оставшиеся сына его, возьмите приношение хлебное, оставшиеся жертв Господних, и что надо сделать? И есть. Я был очень рад. Здесь я делаю мясо, я могу покушать это мясо, но это великая святыня, это не просто святое, это великая святыня, очень святая. И есть его пресная жертвенькая, ибо это великая святыня, и есть его на святом месте, ибо это участок твой, участок сынов, твоих жертв Господних. Так мне поведено. И это связано с, что мы читали на прошлой неделе, и сказал Господь Моисей, говоря, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва греха должна быть заклана пред Господа на том месте, где заклана за всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, тоже не сию, она должна быть все демоны на святом месте. Что случилось в скине? У них это барбекю, они жарят мясо, и это очень святое, святое. Почему оно святое? Потому что оно показывает тишиуа. Эти жертвы, они показывают тишиуа, и поэтому они святые. Но кто знает, или может представить, вы посредине этой церемонии, и у вас есть это мясо, и два ваших сына умирают, все кричат, все подойдут на своих лица. И может вам не будет интересовать это барбекю или мясо. И что вы думаете произойдет с вашим мясом? Этот стейк, кто любит кушать стейк, который сгорел полностью? Конечно никто, но им надо было это сделать, им надо было скушать это мясо. Левитам 10.16.18 «И казах жертвы за грех из калмазей, и вот он сожжен». Это не было все сожжение, это было жертва за грех. И разнился на Лизара и Фомара со шестью сынов Ароновых и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо эта святыня великая и она дана вам, чтобы снимать грех и обществ очищать их перед Господом? Вот кровь не внесена внутрь святилища. Когда вы сжигаете мясо, то не сжается кровь. они чуть-чуть испортили. А мы спрашиваем, «Моисей, почему ты кричишь на Рона, которые два сына умерли, и на этих сыновей, которые может бояться, что больше людей умрет? И что интересно про Левита 10-16, когда искал Моисей эту жизнь. Что он искал? Конечно, это жертвы за грех, и они должны его съесть. Моисей не может его найти. Наглядься, он находит, и насажено. Я вам скажу, что это посредине Библии в Торе. Если вы не знали, на святке Торы есть 304 тысячи букв еврейских слов, если вы придете до Второй Закония, и вы найдете посредине, это Левит, Левитом 10-16, и вот оно здесь находится, справа налево, и если вы заметите, прямо посредине, это посредине, эти два слова, они похожи на другую, может их произносят чуть-чуть по-другому, это сердце Торы, когда мы смотрим на сердце чего-то, это то, что так важно, слово, которое здесь находится, это дорож, дорож, и что Моисей дел, он искал что-то, и это слово по-английски это искать, или мы можем как это прилагательное, что он очень искал, или очень старался найти, но на еврей они стараются сказать, говорят, это слово два раза, искал, искал, и вся Тора показывает, когда Моисей ищет эту жертву за грех, если посредине также означает изучать, изучать, это слово может означать изучать, Библия говорит, что нам надо изучать, чтобы мы были готовы. Читаем 2 Тимофея 2.15 Старайтесь приставьтесь Богу достойному делателям некоррисным, верно преподающим слово истины. Если вы правильно его разделяете, если вы доходите до сердца Торы, это означает искать эту жертву за грех, но показывает внутрь и наружу. Везде, куда мы смотрим, мы должны искать эту жертву за грех. Иоанна 5.39 Исследуйте Писание, ибо вы думаете, что из них имеют жизнь вечную, а они свидетельствуют, о мне, о ком, о мне. я думаю, что интересно, что Тора сама, сердце Торы, это жертву за грех. И кто есть эта жертва за грех? Это Ишио. И поэтому смысл Торы это, чтобы мы найти Ишио. Если мы избавляемся от Торы, вы избавились от всех этих святей Отечеств о Ишио. Читаем Левит 11.1.2 «И сказал Господь Моисей Иерону, и он говорит о том, что они могут кушать и не могут кушать. Предскажите нам, израевых, вот животное, которым можно вам есть из его скота на земле». Вы знаете, что-то снова возвращает в сад Эдемский. Что было заповедь, которая была дана в Эдемском саду? Что можно и нельзя кушать? Даже фрукты разделены. Хорошие плоды и опасные плоды. И проблема, что сегодня говорят о том, что правильно, что неправильно. Но это они были на том же самом дереве. Они обоих убьют тебя. Надо найти это дерево жизни. Все приводит к смертель жизни. Кто мы знаем, что есть хорошие дела, которые мы можем делать, но не для нас. Нам надо понять то, что происходит. Если вы в армии, и вы на битве, и ваша цель спаси жизни, если кто-то поиграет с вами игру, да, нет никаких проблем, чтобы играть в игры, но сейчас не время. И очень много что кажется хорошими, но они не подходят для ситуации. Даже в Новом Совете мы читаем, Павел говорит, что да, это хорошо, но нет времени для этого. И нам надо думать о том, что принесет жизнь эту ситуацию. Это почему нам надо говорить эти живые слова. Мы должны поднимать друг друга, не истреблять. Чемпера Филос Никита 4,7-12 и призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Не только животные могут быть нечистыми, и не могут очиститься, но если люди, и они должны быть очищены, потому что Бог хочет, чтобы мы были все теми. И читаем Бытие 1, 28-29. Восвятимся в этот сан. И сказали им, плодитесь, размышайтесь и напоняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами рамскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим по земле. Им надо было быть хозяинами над рыбами, птицами. У них было это владычество, или это сила над ними. Вот я дал вам всякую траву, сейшую семью, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое вы оплодили, древесной, сейшую семью. Вам все будет пищу. Вы видите, это заповедь, чтобы они были вегетарианцами. Им не позволялось кушать мясо, им надо было кушать фрукты, овощи. Бог повелел это, что вы будете вложить в ваш рот. Вы не можете вложить мясо в ваш рот. Это была заповедь с самого начала. Вы есть то, что вы кушаете. Начинаем, что произошло. Вы должны понимать, что перед потопом, до потопа, человечество понимало, что они зависят от растений земли и сотрудничества с Богом. И они думали, если я хочу кушать, я хочу, чтобы Бог послал дождь, солнце. И они зависели от Бога, и поэтому Бог хотел, чтобы они кушали фрукты и овощи. Он хотел, чтобы человечество понимало, что они зависят от него. Но человеку была дана власть над животными, но это не означало, что они могли их кушать. Очень часто в нашей жизни, даже наших отношений, это мы стараемся взять для себя самому большее, или скушать того человека. Мы забираем их время, все от них забираем. Но сколько из нас любят курицу? кто любит стейк? Если вы любите курицу, кто любит кушать курицу? Если вы ее любили, вы бы не убили и не кушали. Подумайте об этом. Я люблю курицу, я буду заботиться о них, но мы не должны кушать то, что мы любим. Когда мы думаем о любви, мы думаем, как поглотить или кушать. Бытие 2, 16-17, «И заповедовал Господь Богу человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, дерева познания добра и за не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вы знаете, что Еву не был еще сознан, когда эта заповедь была дана. Она еще не существовала. Но я не слышала эту заповедь лично от Бога. Она только слышала от Адама, кто добавил к этому, и сказал даже «Не трогай это дерево». И это созрало проблему. И другая что мы замечаем, что это отделение фруктов, доброго и злого плода. И потом это также был плод на дерево жизни. Вы знали, что Адам и Ева, Каин и Авель знали разницу между чистым и не чистым? Даже в самом начале? Как они знали? Даже Ной знал разницу. И никакие животные не могли их кушать. Да, их можно принести жертву, но их еще не кушали. Бытие 7 20. И всякого скота чистого возьми по 7, мужского пола женского айс скота нечистого по 2. Потому что Ной тоже приносил жертвы Богу. Он не хотел, чтобы нечистые животные приносили как жертвы. Вот, они уже приносили жертву 1500 лет, и они даже не приносили жертву нечистых животных. Бог не будет кушать то, что нечистое. Читаем Бытие 9 1 3 Теперь все меняется. И благословил Бог Ноя и сказал «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, да стришаться и да трепешат вас земные и все птицы небесные, все что движется на земле и все рыбы морские». Почему? Вы теперь можете их кушать. Это почему они будут бояться. Потому что Он за нами следует чтобы нас кушать. Об этом они раньше не переживали. Все движище, что живет, будет вам пищу. Он говорит «Теперь они могут любое, чистое и не чистое кушать». Вот что происходит. После потопа Бог не хотел создать мир опять. Он дал еще пару законов и эти законы показывают необходимость верхнего закона для защиты всех народов от беззакония, которое привело Бога к уничижению мира. Там мы спасены благодатью и верой и не делами. Но что здесь происходит? Есть заповедь для людей Божьих, что они должны разделять между святым и не святым. И потом мы читаем 2 закон 14 21 говорит, что вы отделяли себя от других. Ни никакой межречины. Если что-то старое, оно умирает, вы не можете его кушать. Даже если это кушер, если это курица. Курица это кушер. Если она умерла сама, вы не можете ее кушать. Если она была мертвой и ее неправильно убили, вы также не можете кушать. И наблюдаем, что происходит дальше. Что надо делать? Не есть никакой межречины. Дай иноземцу или твоему соседу. Иноземец. Да, нет ничего неправильно кушать его. Проблема в том, смысл является в том, что вы отделены об этом. Бог не говорит, не кушайте или вы умрете. Он говорит, не кушайте, потому что я хочу, чтобы вы были отделены или другие, как иноземцы. Да, для странника это нормально это кушать, то они часть этого царства. Не суди их, если они кушат. Мне даже с термосей вы им отойдете. Я просто прошу, чтобы вы не кушали, чтобы вы были другими. Отдай ее, или продай ее. Можем продать или страннику, или те, которые не народа Божьего, но те, которые в Божьем народе, вы святы у Господа Бога твоего. Я виду 11, 39, и когда у меня какой-либо скот, который употребляется вам пищу, то прикоснувшись к трупе его нечист, то будет здесь должен омыть одежду свою и нечист будет, и тот понесет труп, это должен тоже быть нечист. Это означает, что еврей идет и убивает этот олень, тогда он потеряет этот кочер оленя, он стает нечистым, потом он приносит дом, и мама, которая готовит, также стает нечистым. Нечистые люди могут стать чистыми, но нечистая еда не может стать чистой. Даже если вы помоете этого свиньку, она все равно является нечистым животным. Читаем Левит 11, 44, 45, «Ибо я, Господь, Бог, вас, освящайтесь, и будьте святы, ибо я свят, я отделен, и потому вы тоже должны быть, и не сгоняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, будьте святы, потому что я свят». Читаем Левит 11, 46, 47. Перейдем к тому, что подчеркнуто, чтобы отличать нечистые от чистого животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Я не знаю, если вы это знали, но каждое животное, это животное, которое хищник. То, что кошер, это они не хищники. Анкции, они не нападают на других зверей. Коровы не нападают на других зверей, потому что вы есть то, что вы кушаете. Если вы кушаете хищник, зверей, вы можете стать этим хищником. Какое сейчас время? Левитом 13,45. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. Он должен кричать, не чист, не чист. Прокаженный, когда он кричит, не чист, не чист. Он это говорит, чтобы его не скушали, но надо понимать разницу между не чистыми животными и не чистыми людьми. Мы приходим Диане 10,7, когда ангел говорит, что Корнелем отошел, призвал своих злух и благочестивого воина. Этих три человека, они все не чистые, они не евреи. Что мы смотрим дальше? Вот это три человека, есть воин и два слуги. И не чистые понятия не евреи. Читаем дальше. Путе 10,9,16. На другой день, когда они начали приближить к городу, Петр около шестого часа зашел наверх к домам помолиться. Это время обеда. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, он пришел в иступление и видит отверстие неба, садящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязан за четыре тела, пускаемо на землю. В нем надел всякие четвероноги земные, звери, пресмекающие птицы небесные. И был глас ему, встань, Петр, заколи ешь. Но Петр сказал, нет, никогда. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Итак, что скверное означает? Итак, и читаем дальше. Тогда другой раз был глас ему, что Бог очистил того, ты не почитал нечистым. Это было, произошло три раза. Первый раз он видит опять, и третий раз, и третий раз, и потом это все исчезает. Потому что было три человека, которые пришли. И не может быть разных народов. И он хотел, чтобы он понял, что вы должны различать. Это почему мы читаем Деяние 10, 19. Дух сказал, три человека ищут тебя. Деяние 10, 28. И сказал им, он говорит о своем видении о другом, и он говорит, вы знаете, что людей возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменком, вы должны понять, это не закон в теории. Это закон, который люди сделали в то время. Но мне Бог открыл, чтобы я мог кушать нечистые животные. Но он говорит, нет, но мне мог Бог открыл, чтобы я почитал ни одного человека скверным или нечистым. Я хочу вам показать этот стих. Вот он. У нас есть на английском, на греческом и на еврите. Я хочу, чтобы вы заметили, это слово скверное под низом, это квейне. Квейне означает скверное. И нечистое на греческом аккартос. Это аккартос, это что означает нечистое. Есть средства между скверным нечистое. Но знаете, что на оригинальном месте, третье, что мы не встречаем. Мы встречаем это на еврите. Вот шекет, это то, что скверное, там мэй, это то, что нечистое. И также есть еще одно слово, пегол. И что такое пегол? Что здесь он говорит в 15 стиху? То, что Бог очистил, не почитай, скверно, шекет, шекет, скверно, скверно. Я больше об этом буду говорить. Вот нечистые дети, которые потом очищены. И они нечистые, потому что он возле гроба. Нечистые люди могут быть чисты или нечистые могут быть чистыми. Но когда мы говорим о грамме, то, что чистое и нечистое, чистые и нечистые люди и чистые и нечистые животные. Но мы не должны их кушать. Койность и коинэ означают что? То, что скверно, это то, что нечисто. Вы видите, что Бог сказал Петру? Не называй людей, либо читай человека скверным или нечистым. мы перейдем больше второй части, а сейчас давайте встанем, давайте помолимся. Если книга, которую вы заказали и не забрали, они находятся снизу, можете их забрать. Давайте помолимся. наш честный царь, мы благодарим за Твое слово. Я прошу, чтобы дал уши, которые слышат, глаза, которые слышат, сердце, которые понимают, что сегодня есть день, сейчас время, дверь закрывается. Я прошу, чтобы каждый из нас имел мотивацию служить всем сердцем, душой и телом. Мы очень благодарим за тех, которые распространяют это царство. Они хотят быть светом этим народом. Я благодарю за тех, которые приносят эти жертвы десятину в Алшедае, чтобы мы могли быть этим светом к народам в этом мире. Как ты сказал в твоем слове, ты делаешь свои торы, чтобы она была вознесена и почтена опять. Мы благодарим за тех, которые хотят поддерживать твое царство, чтобы твоя воля исполнилась на земле как на небе. Вместе. Благословен ты, Твоей торой правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова. Через сила Твоего Духа Святого, через законченного дела Мессия Ишио. Ты один посадил между нами жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. И сейчас мы хотим помолиться о тех, которые имеют разные немощи, может какие-то болезни, какие-то другие раны, несмотря на то, что оно является. Мы также те, которые имеют психологические и эмоциональные проблемы, мы молимся о тех, может привязанных к разным наркотикам, чтобы ты также восстановил их. Мы молимся о тех, которые имеют финансовые нужды, может не нуждаются в работе, в доме или еде на столе, несмотря на то, что это есть. Мы просим, чтобы ты открыл ворота неба, чтобы они получили эти финансы, которых они нуждаются. Используй нас, чтобы отвечать на эти нужды. Пусть своя воля исполнится. Мы хотим помолиться наших лидеров, религиозных, военных, политических, повернив их сердце к себе. Мы просим пробуждения. Мы также молим о народе Израиля в этот месяц Ниссан и эту опасность, которую Хезболла и Амаз сейчас представляют для Израиля. Мы просим, чтобы твои ангелы окружали их, чтобы у них также было пробуждение в их лидерах. И мы просим этого имеющего. Аминь. Вы можете присесть. Я стараюсь что-то найти. но я не вижу, что удивило меня. У нас было 44 из 50 штатов, которые смотрели. И сверх этого 14 народов, которые сейчас нас смотрят. Здесь оно находится. Вот народы, которые нас сейчас смотрят. Ямайка, Израиль, Канада, Филиппины, Англия, Бербейдос, Австралия, Мексика, Чили, Нидерландия, Кения, Индия и острова Кеймен. Мы так благодарны за те, которые присоединяются к нам сегодня. И мы будем теперь углубляться в Новый Завет. Я начну здесь. Это где мы закончили на прошлой неделе. Я говорит, я или первой части, где Петр говорит, я ничего не чистого кушал. И мы видим на еврите. И мы видим это третье слово, которое не упоминается на греческом. и которое здесь на еврите тоже. Это погод. Он говорил, я ничего не кушал, то, что пегул, или шекет, или томей. Здесь мы замечаем. так, я объясню разницу. На английском то скверное или обыкновенное сует кейное на греческом, и потом на еврите сует шекет. Но лучшее слово, которое можно использовать, это мерзость. Он говорил, я ничего не кушаю, ничего скверного, или то, что нечисто. А что погода означает? Мы знаем, что нечисто из-за левита, потому что есть животные, которые нечистые, и мерзость означает, что оно означает. Это то, что нам противно. но погода это тот, который кошер, но то, что было вымазано. Может, оно было мертвым пару дней, хотя это кошер, оно не позволяет Саше его кушать. Когда он ничего не кушал, то, что кошерное, как, например, курица, если вы неправильно избавляетесь от крови, то даже если оно было кошерное, тогда оно остается некошерное. И поэтому мы ищем эту букву К, которая показывает, что она была убита по кошерным. Он говорит, то, что кошерное, но нечистое, я ничего, никакую мерзость не кушал, и я ничего нечистого не кушал. нечистое. Теперь. Деяние 10.28 Он объясняет то, что этот стих означает. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но потом объясняет этот сон, но мне Бог открыл, чтобы я не посещал ни того человека мерзостью или нечистым. Он говорит о нечистой еде. Он говорит о нечистых людей. И когда Бог говорит, что язычники, которые спасены, уже не должны считать как нечистые, что с ними можно общаться. Это так просто. Это написано в Писании. Он не сказал, что Бог мне может кушать нечистую еду. Он говорит, язычник, который спасается, и они должны считать мерзостью, и они должны с ними так обращаться. Понятно это? И когда мы смотрим на этот текст. Левитам 11, 12, говорит, нечистая еда. То, что не имеет мерзостью, животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверные для вас. Это слово, которое использует, скверное. И оно также может означать мерзость. Они будут для вас шекет, или мерзостью. Вы не должны их кушать, но они должны быть шекет. Итак, мы понимаем, если оно скверное или это то, что мерзость, или на списке левитов это нечистая еда. Шекет это еврейство шекет было переведено как койна на греческом и скверное на английском или то, что обыкновенно, но лучший перевод это мерзость. И мы пригодим сюда Он говорит, что мне нельзя называть никакого человека нечистым скверным мерзостью там вот койной койной на греческом и для слова для нечистого на греческом это картос потом мы видим шекет и тавей все это замечают нечистым так перейдем сюда какое греческое слово для нечистой нечистой это акартос а еврейское слово для нечистой это тамей все это поняли в новом завете риминам 14 16 что нет ничего нечистого самого но тот который считает что нечистая то нечистая и поэтому христиане говорят что если я считаю что это чисто теперь это чисто я перейду на греческий если это переведено неправильно какое тут греческое слово должно быть акартос давайте посмотрим если на греческом написано акартос и если английский был переведен неправильно нет это койный английский ошибся он говорит то что нечистая считается нечистым это с этим не связано то кто считает то что что то обыкновенное или скверным или мерзостью для них это мерзость но здесь на английском на русском это специально неправильно перевели да это слово койной это не акартос который это использует но на английском и на русском перевели нечистый и это почему день а создаем эту библию которая имеет этот лучший перевод давайте сейчас посмотрим луки 1137-39 когда он говорил один фарисей просил его себе обедать он пришел и возлег фарисей удивился увидев что он не умыл рук перед обедом о нет и смысл почему не мыли руки когда мы говорим детям помойте свои руки перед едой это просто считалось нечистым для человека но господь сказал ему ныне вы фарисеи внешность чаши и блюда очищаете а внутри нас ваше исполнено хищение и лукавство вот чашка она чистая снаружи а внутри она вымазанная и это что Иисус говорит вы сделаете чтобы все выглядело красиво снаружи а внутри вот этот беспорядок и Богу важнее сердца и читаем Матвея 23 27 28 пори вам книжники фарисеи лицемеры что уподляетесь уподляетесь окрашенным гробам вот это гробы которые на гре пилион и что они делали пару тысяч лет назад они ставили новую краску чтобы она выглядела чистым и красивым чтобы никто не мог случайно на него наступить он говорит вы как это гробы но внутри вы как эти кости которые полностью нечистые которые снаружи кажутся красивым а внутри полны костей мертвых и всякой нечистой вы кажетесь праведными а внутри вы лицемерием и психонем наполнены не переживайте если вы играете на улице и вымазаетесь в грязь ему важно что внутри и это то что обращается к нашим временем сейчас его народ вы прогневляете господа с вами в вашем говорите чем мы прогневляем его малахи говорит тем что вы говорите всякий делающий зло хорош перед очами господа и таким он благоволит что они сегодня сделают они называют зло хорошим и хорошим зло это где мы сейчас находимся но это его народ который это говорит да бог не удивляется когда это нечестивое так делает он сердится когда его дети кто называет себя его народом но не делают то что он говорит читаем исаи 1 16 20 омойтесь очиститесь это не вред что идите покупайтесь удалите злые деяния ваши отече моих представьте делать зло научитесь делать добро ищите правду спасайте угнетеного защищайте сироту вступайте за вдову это что нам надо делать тогда придите и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как снег убилю если будут красные как волну убилю если заходите и послушайтесь то будете кушать если же отречетесь и будете упорцовать то медь пожрет вас и это где сейчас Америка находится когда она говорит этих фарисеев вы должны понять что есть 7 разных типов фарисеев или динаминации или групп фарисеев мы можем сказать что они все были то же самое первые называли это плечевые фарисеи потому что они всегда хотели удостовериться что другие видят когда они делают добрые дела говорили мы подождем пока кто-то придет чтобы сделать это доброе дело также был фарисеи который объявляет например если кто-то их попросит он говорит подожди мне надо сделать это доброе дело и потом я хочу тебе помочь он хочет показать что он такой великий человек и тогда есть слепой фарисей это тот кто отказывался смотреть на женщину поэтому шурил свои глаза и врезался до крови также был фарисей который говорит скажи мне что я сделал неправильно чтобы я возмест за это добрым делом также были фарисеи которые постоянно спрашивали какой мой долг теперь это как этот молодой богатый человек он говорит что мне надо сделать чтобы войти в царство небесное есть есть фарисей также служит бога из страха и фарисей которые служат бога из любви кто слышал Чарльз Финни он от него произошло великое пробуждение в 17 столетии он написал прекрасную книгу о христианстве он говорит что есть три вида верующих первый вид это тот кто только служит богу только из-за страха есть также другой который служит бога из-за публичного мнения он говорит я хочу чтобы другие о мне хорошо думали есть конечно есть настоящие святые люди но очень часто в христианстве я замечаю что люди служат бога потому что они что то хочет или они боятся чего то они не служат богу потому что они его любят например если вы говорите ребенку что вы пойдете в магазин они только хотят с собой ехать потому что они думают что вы купите что они не хотят просто провести время с вами может это как ребенок который слушает потому что они не хочет быть наказанным или хочет получить конфету они не делают только потому что вы их попросили многие верующие так тоже они не служат бога из-за того что они просто хотят служить богу я я думаю это где находится настоящее спасение это не только думать о себе это замечать других вот есть фарисей хороший фарисей по имени неходим один из начальников иудейских он пришел к Иисусу ночью и сказал рави мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог Иисус сказал ему ответ вам надо родиться свыше кто помнит эту историю надо родиться свыше и Никодим думает как мне надо родиться свыше если я родился евреем он говорит надо родиться от воды и духа и так без этого ты не можешь войти в царство небесное вы знаете что Никодим говорил кто-то может объяснить я не знаю кто из вас знает что евреи верили что надо родиться свыше евреи это знали это не было ничего нового то что создало христианство вы знали что означало родиться свыше для еврея больше чем 1500 лет они учили об этом даже перед тем как Христос учил родиться свыше означает стать евреем тот кто не еврей который стал иудеем они считали рожденным свыше и Никодим спрашивает я уже еврей как могу я родиться опять как еврей я уже родился как еврей он говорит можно мне войти в утроб моей матери своей и родиться и еще надо было родиться это не смысл не стать евреем это не важно если родиться от воды когда ребенок рождается когда вода сводит надо родиться с духа это когда войти в то царство мы вводим это царство когда мы рождены от воды но мы вводим то царство когда мы рождены от духа и не имеет разницы из какой вы группы или колено те которые стоят верующими я не хочу сказать стоят иудеем или верующим те которые возвращаются к Богу Авраам Исаак и Яков они рождены свыше это о чем он говорил и другое он говорит я знаю что ты учитель читаем Исаак 30 20 и даст вам Господь хлеб в горе и воды в нужде и учителя твои уже не будут открываться и глаза твои будут видеть учителей твоих это что называли его в Евангелии назвали Христа учителем читаем Марк 10 21 27 этот богатый человек есть какая-то проблема если вы богатые проблема в том что вы делаете этим богатство он его полюбил и сказал ему одного тебе не достает пойди все что имеешь продай и разой нещим и будешь иметь сокровище на небесах прийди поседу за мной взяв крест он же смутившись от его слов отошел с печалью потому что у него было большое мнение и посадил вокруг Иисус ученикам своим как трудно имеющий богатство войти в царство Божие ученики ужаснулись почему они ужаснулись они думают что если ты богат то ты благословен Божий так если ты благословен то ты конечно войдешь в царство Божие потому что чем больше денег тем больше вы благословен поэтому те которые бедные может не попадут в небо и это что они думали в то время и что Иисус говорит он говорит дети как трудно надеющимся не те кто имеет богатство те кто надеются на богатство в эти царства Божие надеются на свое богатство если вы думаете что вы благословен и поэтому вы войдете потому что это не с этим связано он говорит удобнее веблюдо пройти сквозь игриные уши нежели богатому в эти царства Божия они же чрезвычайно изумились и говорили кто же может спастись говорит человеку это невозможно но не богу ибо все возможно богу я должен вам объяснить это верблюд и иголку кто знает что невозможно верблюдо пройти через игриные уши вы знаете что тогда были такие слова тоже говорили они говорили что труднее слону пройти сквозь игриные уши так что происходит было два талмуда есть те которые сделали вавилоне тот что был сделан в Иерусалиме где был тот написан талмуд в Иерусалиме в Иерусалиме а вавилонская талмуд была вавилон и поэтому у них были слоны вавилоне и верблюды в Иерусалиме нет ничего чрезвычайного про верблюда и иголку и про слона иголку смысл в том есть это возможно или нет давайте прочитаем притча 333-34 проклятие господин на доме счастлива а жилища благочестивых он благословляет если над крышленниками он посмевается то смиренном дает благодать этот пример верблюда и слона показывает то что невозможно что удивительно это что также написано когда вы это услышите то станет очень понятно даже игольное ушко достаточно для двух друзей но мир недостаточно широк для двух другов подумайте об этом если два друга они так близко друг к другу и они близко другу и не рады но если два врага как все арабские страны и израиль они не хватает места для израиля вы знаете что если вы друг если вы просто враги вы не только должны быть напротив улицы вы должны быть на другой стороне Соединенных Штатов и так зависит от ситуации и так смысл этого верблюда и игольного уша это не имеет разницы если два человека любят друга то они могут быть очень тесным месте но если они не любят друга тогда даже мир недостаточен для них и теперь я вам расскажу есть еще мидраж надо возвращаться к этому мне кажется это в Иереме написано или может Исаия когда блудный сын возвращается к отцу и Господь говорит если ты откроешь для меня просто маленькая дверь такая маленькая как игно уши я открою такую большую дверь что даже корабли может проплыть нам просто надо сделать один шаг к Богу когда он увидит это он откроет дверь очень широко и теперь хочу вам рассказать настоящую историю можете поверить это правдивая история польша вместо чтобы называть это доллар называется голен это монета скажем что его цена как один доллар 17 столетия была настоящая история правдивая история о богатом человеке все думают что он очень скупный это все показывает что нам нельзя судить друг друга кто кто-то думал что не думали что один по одному действует а когда вы узнали то мы поняли что они вообще другой человек очень часто мы прежде времени судим человека мы смотрим как они говорят как не ходят как не одеваются и так мы судим их и говорим что мы уверены это 10 лет я продавал как избавлять как этих насекомых я продавал обувь очень дорогую обувь также защита для дома и тот кто продает мы старались узнать если человек может позволить себе такую обувь или нет и очень часто я бы прежде времени осуждал людей я думал почему служить ему если кто-то лучше сейчас войдет дверь очень часто мы приживением судим человека и потом ты скоро понимаешь что ты очень неправ это как оно работает в жизни и так поэтому я был очень добрый ко всем потому что кто-то кто-то кто не мог себе позволить мог вообще-то позволить себе но здесь был очень богатый еврей который жил в Кракове Польше его имя был Израиль он был известен за свою скупость даже местные нищие уже давно сдались чтобы стараться стучать на его дверь потому что каждый раз когда они стучали он вел им уйти даже все разные попытки благотворительных фондов вообще даже получили чуть-чуть денег от него встречали вежливые непреклонные отказы его крайне бессердечие возмутило и даже задача евреев в Кракове вы должны помнить что в 17 веке в Европе евреи часто подвергались конфискации всего что они имели и заняли из дома и так было так важно чтобы те которые имели деньги помогали тем которые бедные и люди начали называть к этому богатому как Израиль Гой Гой это язычник не называйте Израиль кто язычник или то что мерзость много лет прошло и богатый человек постарел и стал слабый потом однажды он позвал Краковское поградное общество чтобы они пришли к нему он говорит я чувствую что они мои сочтены я хочу обсудить с вами мои похороны я нанял человека чтобы он сказал Кадиш потому что я знаю что вы это не сделаете он только осталось одно мне нужно купить участок для моей могилки члены этого похоронного общества решили что это их возможность взыскать долг от Израиля поэтому они сказали как ты уже знаешь за участок нет установленной цены каждый платит по своим способностям и потом эти деньги идут на благотворительные цели потому что ты богатый извини нашу резкость ты на течении многих лет не скажешь слишком охотно служил обществу мы думаем что тебе надо заплатить тысячу кульндов богатый сказал за свои дела я буду судим на небесом суде не вам судит что сделал или не сделал в течение моей жизни я планирую заплатить за мой участок только сто кульндов и это приличная сумма и именно столько я заплачу ни копейки больше я не прошу особого места или красивого надгробия похороните мне где считаете нужным мне только одна просьба на моем нагроби было написано здесь покоится Израиль Гой они были удивлены потому что это было такое неуважение такое грубое имя которое они ему дали и так члены общества переклинулись они сказали старик сошел своего ума они провели еще несколько минут надеясь собрать хоть чуть-чуть для педняков но в конце разрушенными ушли с этого дома весь город был удивлением от этого последней скупости Израиля Гой как низко может человек опуститься даже на пороге смерти он закопал свои богатства и не хочет делиться с теми которые нуждаются похороны Израиля также были очень печальны было даже собрать 10 детей чтобы они могли сделать этот надлежащий еврейский похорон его похоронили в стороне на окраине кладбища никаких панегирков не было что можно было сказать такому человеку такой скупный все его судят а теперь идет продолжение этой истории вечером следующего четвера дверь главного равнина кто-то постучал и в дверях стоял мужчина который описал что у него не было денег чтобы купить для субботы вино свечи хвалу и еду раввин дал ему несколько монет из частного фонда и пожелал хорошего шабата через несколько минут опять кто-то постучал похожая просьба потом третий потом четвертый пятый в течение часа не меньше чем 20 семей пришли просить помощь от раввина чтобы заплатить за субботу раввин был озадачен никогда это раньше не происходило за всего года в кракове откуда пришла эта бедность раввин потом созвел экстренное собрание побеждителей благотворительных фондов но они тоже не могли это объяснить потому что им тоже за несколько часов многие пришли и просили помощь и уже казна была практически опустошена и потом по сигналу еще кто-то постучал опять просили еду и этот раввин спросил как ты справлялся до сих пор почему тебе вдруг не сало денег что ты делал на прошлой неделе мы всегда ходили в магазин всяк раз когда мы требовали сюда торговец заявил нам что просто можно записывать бухгалтерскую книгу он даже не поспорил нас чтобы оплатить это но теперь он просто нам не надо было платить но теперь он говорит что такой договор уже закончился и расследование показало что сотни семей в кракове много лет так жили по какой-то причине никто из торганцов местников уже не хотел представлять кредит беднякам так раввин позвал этим кредским торговцов и потребовал чтобы они объяснили что происходит сначала они хотели ему сказать но раввин сказал вы не выйдете из этой комнате пока не расскажите в чем дело наконец вышла правда в течение многих лет израиль год это тот кто поддерживает сотни бедных семей в кракове и когда ему предъявляли счет эти торговцы он платил это это каждую неделю они приносили ему этот счет но его единственное условие было чтобы ни одна душа даже самые близкие члены семьи не знали что это он платит за их еду десятилетия если кто нибудь узнает об этом вы больше не получили даже отменет от меня главный раввин был разбит такой особенный человек жил между ними они скобляли много лет раввин объявил что день израиля голя будет это публичный день поста все взрослые будут не кушать не пить с утра до вечера и все соберутся чтобы просить прощения умершего сам раввин восполнял израиля ты выполнил твой задак или это благотворительность ее самой совершенной форме ты не привел никакой заслуги этих поступков чтобы никто из своих получателей не мог чувствовать себя стыдно или чувствовать что он обязан тебе но мы оплачивали насмешкой и презрением и так раввин сказал что когда его время придет умреть он хочет чтобы его погранили возле израиля он говорил мы погранили тебя возле забора но я буду считать за великую честь быть поройным рядом с тобой раввин также поручил чтобы исполнилось последнее желание этого богача на памятник на памятнике были написаны слова здесь покоится Израиль Гой но еще одно слово было дописано это слово Кадош Святой и поэтому написано даже сейчас на надгробе который возле надгроби раввины там написано здесь покоится Израиль Гой Кадош и это почему но так важно чтобы никогда не судили людей мы не знаем их сердце я думаю каждый из вас может ужасная история может то что произошло в вашей жизни когда выросли да разное произошло и мы не должны судить людей как они реагируют как они действуют потому что мы не знаем их прошлое каждый из нас имеет книгу которая может написана о том что они прошли жизнь но смысл в том особенно в это время истории мы должны представить судить друг друга эти разницы эти разницы в религии или в расе даже они собрали всю рыбу чистую и не чистую наша работа не очистить а просто забирать и потом Бог все чистит или разделить очень часто люди не пускают людей в свое собрание только если они что-то исполняют это очень глупо то что я хочу чтобы заметить о том не судить людей это опыт моей жизни то что я прожил я вырос в католической семье 19 лет потом я был 50 и 19 лет и потом я стал часть этой движения еврейских корней но когда я спался когда мы были 19 я стал частью этой группы молодежи которая ездила по США я жил я слышал на полу в разных домах мы просто ходили и евангелизировали людям кто-то жил в Денвер было это время кофе это было прям посредине хуже части Денвера и это где все эти наркотики были дел это где хамосооксуальные были это где они все находились и это где я должен был служить но где-то в 77 году я присоединился это пропуждение пятидесятников которые там происходили те которые привели меня к богу я с женой присоединились с ним мы женили в 77 году в 79 году у нас было два ребенка в дапер мы никогда не сошли в проповеди мы просто наблюдали за детьми и когда служение закончилось дети приходили чтобы забрать своих детей с детской то я их находила и давала ребенка там община было 400 600 людей и я пришел чтобы привезти последнего ребенка к родителю и он познакомил этой девушке которая только начала приходить в собрание 6 месяцев я переносил своему другу я с ней поврел и потом сказал это Тони это не и это ай это мужчина который представляет себя как женщина он не мог поверить и на следующее воскресенье сам никто ему ничего не сказал Тони пришел вперед в церкви и сказал я мужчина я не женщина и так он порезал свой волос чтобы он был похож на мужчину ничего не было на лице он взял гормоны и очень он очень был похож на девушку и так все испугались все женщины испугались все мужчины испугались он был в нашем долете теперь он никогда не будет в нашу церковь ходить все испуганы и так и я пригласил к себе и говорил давай будем изучать Библию и у меня было пара других людей которые подели нам и я просто с ним работал и просто пару лет я никому ничего не говорил снаружи я просто работал на то что снаружи я знал что если я работал то что внутри то что снаружи оно само изменится потом в конце концов он проводил гормоны для мужчины потом он посыл на миссионерское поле в Мексику и потом он поженился и это что происходит когда мы не судим кого-то а работаем вместе с кем-то я понимаю этих людей я многим таким помог когда мы были в Севе когда у нас тысяча людей которые приходили потому что у нас было место была женщина я не знаю кто был там но была женщина которая приходила где-то было 70 и когда я с ней познакомился я сразу понял что это вообще-то он мы с ней поговорили на следующей неделе он пришел и не она и все хотели узнать где она и они поняли что он это это была вообще-то она кто теперь стал опять мужчина но это никто не знал и никто даже не знал но только я знаю для меня это не то чтобы судить люди смотря на то что снаружи нет ничего то что кто-то сделал что я не могу понять кто-то стыдится когда они говорят моя жена и я прошли через ад и возвращались тысячи раз и вы были удивлены через то что мы проходили и для меня это почему мы можем помочь людям которые прошли через много как много люди говорят что они понимают но мы знаем что они не понимают они просто стараются быть добрыми если кто-то из такой ситуации и хочет поговорить со мной я могу вам гарантировать что я что-то похожее прошло но самое важное что мы любили друг друга не имеет значения что ты прошел мне важно что мы любили мне важно что теперь ты с нами я хочу чтобы вы прошли через это и попали на другую сторону что я еще вспомнил когда я думал о Сеплкаре была эта авария большая авария которая произошла и доктор Савель это красивый и хотя оно было покрыто но под низом была инфекция и оно я попросил чтобы они сняли слепок и под низом этого слепка была эта инфекция и очень часто похоже на нас это слепок такой белый красивый но внутри оно было но я хочу чтобы не люди показывали что что им надо показывать что хорошо но чтобы показать настоящий цвет аж могли им помочь давайте станем давайте закончим молитвы наш отец наш царь мы так благодарим что ты наш отец ты наш папа ты любишь нас ты хочешь благословить нас чем больше ты хочешь положить свое имя на нас ты призываешь всех нас и мы должны понять что ты приближаешь нас к себе ты очень нас благословит твое сердце ломается когда твои дети творишься от тебя и помоги нам понять что нам надо бежать к тебе не от тебя потому что ты этот милостивый отец как ты сказал а рону а вред да благословит тебя господь и сохранит тебя да призрит на тебя господь святым лицом своим и помилуй тебя да пройти господь лицом свой на тебя и даст тебе мир это самое прекрасное имя айя ашер эйя аминь я надеюсь что у нас будут очень красиво понедельник а